Друзья, привет! Это Перестройка. Программа, в которой мы выбираем материалы для ремонта и отделки. Тестируем правильные технологии, вспоминаем проверенные лайфхаки, а все для того, чтобы ничего потом не переделывать. Ремонт должен быть качественным. Убедил? Тогда начали. Все в одном. Это можно сказать про биопол, если перечислять характеристики этого напольного покрытия. Водостойкий, теплый, малошумный, с пружинищим эффектом, с восстанавливаемой поверхностью. И при этом экологичный, а значит подходит для любого помещения в доме. В ближайшие 10 минут изучим биопол. Об инновационном напольном покрытии скажет свое веское слово наш эксперт Александр Бачко. Рад вас видеть, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Каково главное достоинство биопол? Главное достоинство биополов – это их безвредность, поскольку эти напольные покрытия не содержат вредных веществ, таких как пластификаторы, хлор, ПВХ. А из чего изготавливаются тогда биополы? Биополы изготавливаются из натурального полиуретана и мела. Абсолютно никаких вредных добавок это напольное покрытие не содержит. Соответственно, нет и запаха даже при горении. Александр, давайте проверим. Насчет того, что нет запахов у биопол. Вот моя горелка. Прямо на весу вот так мы будем делать. Попробуем так, чтобы… Да. Сейчас мы его выключим. Надо признать, что действительно нету запаха горения и каких-то вообще посторонних других ощущений. Совершенно верно. Поскольку натуральные компоненты для производства полиуретана – это рапсовое либо касторовое масло, соответственно, запах будет практически неощутимый. Можно сравнить. Давайте мы линолеум подожжем и сравним. У меня, как у заправского хозяина, все всегда под рукой. Давайте продолжим жечь аккуратненько. Надо сказать, что линолеум – это ненатуральный продукт. Явный запах, возможно, это какие-то химические примеси. Совершенно верно. Дело в том, что этот продукт производится из ПВХ и, конечно, это продукт нефтехим. Давайте попробуем с ламинатом. Твердое покрытие, деревянное. Давайте мы еще и подожжем ламинат. А, я думаю, достаточно. Вообще, конечно, процесс поджигания увлекательный. Здесь запах ярко выраженной древесины. Древесины, да. И вот этот вот запах копоти. Совершенно точно стоит заметить, что от линолеума прям острый запах нефтехимических продуктов. Здесь запах древесины. Но насчет биопола он однозначно в этом эксперименте побеждает и выигрывает. Правда, запах не тратит. Вы совершенно правы. Чем еще хорош биопол? Он еще хорош тем, что у него есть пружинищий эффект. То есть, девушки, например, используя свою любимую высокую обувь на каблуках, если будут ходить по биополу, они не оставят следов? Кроме того, то, что не оставят следов, они не будут ощущать тяжести в ногах. И плюс это щадит их суставы. У меня в детстве на кухне был линолеум. На нем стоял холодильник. Линолеум был полностью деформирован в тех местах, где крепились ножки в холодильнике. Вопрос. А биопол с этим справится? У нас интересное свойство биопола – это стопроцентная восстанавливаемость. На самом деле, я не знаю ни одного напольного покрытия, которое бы так бы восстанавливалось, как биопол. Фраза «сто процентов восстанавливает» требует подтверждения. Ну, смотрите, возьму струбцину. Вот эта часть ручки, я думаю, что... Будет имитировать ножку. Ножку, да. Ножку холодильника. Затягивать. Посильнее. Затянуть, насколько это возможно. Достаточно сильно я его затянул вот раз. Ну, зато давайте проверим эффект. Прошло 10 лет. Ну, например. Вмятина есть. Вмятина есть. Совершенно, совершенно правы. Какое обычно вот время занимает? Если это не восстанавливать, например, с помощью фена, даже бы того. Ну, через какое-то время он сам восстановится, там, через несколько дней. На наших глазах он начинает уже сам выравниваться. Можно погреть феном, и он восстановится полностью. Так, давайте же погреем феном. Вот, если бы я не видел это своими глазами, но это правда, это правда... Слушайте, ну все. Да, эффект, как говорится... Ну, это правда, результат налицо. Сколько прошло? 20 секунд, 30 секунд? Можем смело констатировать, что следов от тяжелых предметов и других нагрузок на биополах в принципе не остается. Такой вопрос. А можно ли биополы использовать системой теплый пол? Да, эти биополы совместимы с системой подогрева пола, например, электрической или водяной. Раз уж мы перешли, так сказать, в наш с вами быт, как за ними ухаживать? Может быть, влажная уборка какая-то особенно требуется? Можно использовать любую бытовую химию для ухода за полами. Любые загрязнения очень легко удаляются с поверхности. А если я в грязной обуви пройдусь, она легко сотрется? Хотите, давайте проверим. Давайте, конечно, проверим. Значит, я наступил, допустим, ногой в цемент и пошел по полу. Значит, цемент. Давайте прям насыплю. Ну что, моделируем, значит, ситуацию. Значит, я именно наступил, хорошенько походил, хорошенько его, значит, размазал. Она не мажется, во-первых. И если, вот смотрите, мы посмотрим, например, под таким углом, грязь, она даже не прилипает к полу, она стекает. Это, например, и объясняет легкость уборки такого напольного покрытия. Давайте посмотрим. Я думаю, что здесь комментарий есть лишний. Достаточно просто посмотреть на результат. Причем с первого раза. И снова чистый пол. А что будет с биополом, если, например, на них пролить какие-то химические средства или вещества? Ну, например, ацетон. Не снимай. Давайте проэкспериментируйте. Давайте. Есть полное ощущение, что ничего с ним не происходит. А если я попробую деформировать металлической губкой? Давайте проэкспериментируем, но в обычных условиях это не требуется, такая очистка. Ну, давайте, вот здесь маленький кусочек прям возьмем. Не потрем. Он не деформируется, но он поменял чуть-чуть цвет. Но я думаю, что это за счет металлической стружки и самой структуры вот этой губки. Чуть-чуть остался небольшой свет, самой деформации структуры не видно. Ацетон не оставил, если да, вообще ничего не берет биополы. Александр, есть ли какие-то особенности в укладке биопола? Нужно следовать инструкции производителя. Можно, соответственно, биопол приклеивать. Можно, соответственно, собирать его на замках. Можно укладывать, например, рулонный вариант или, например, в виде плиток. Рулонный вариант используется в общественных помещениях, на больших площадях. А плиточный вариант, как правило, используется в бытовых, ну или в небольших помещениях, кафе или ресторанах. Но у нас сегодня небольшого, плиточные, получается, экземпляры представлены. И мы сейчас сможем с вами посмотреть, как же они скрепляются и соединяются в другую. Давайте берем планку. Так. Одну, вторую. Что нам потребуется еще? Молоток потребуется? Да, нам нужна кияночка резиновая. У вас есть такая в ассортименте. Мы подводим вот так вот друг к другу замки. И прошу вас. И все? Да. Я все правильно сделал? Совершенно верно. Это ж я за два часа могу всю квартиру уложить. Совершенно верно. А давайте проверим, давайте мини-эксперимент проведем, насколько... Прочность замка? Да, прочность замка. Да, ну так, на вскидку. Разрываем. Ну, это... Стоп, да. Слушайте, ну, это достаточно крепко он держит. Замок называется Connect, и он считается лучшим в своем классе. Я понял, что собрать достаточно легко, несложно. А в случае, если потребуется разобрать, как разъединить биополадку? Здесь ничего не нужного, никаких дополнительных инструментов. Поднимаем, и все разъединить. Все просто. Слушайте, ну, это реально очень просто, очень быстро. И результат... Ну, за сколько можно собрать, например, кухню? Какой-нибудь самый наш обычный... Да, причем собственными руками. Да, жена скажет спасибо. Александр, вот для ламината, например, рекомендуют использовать шумоизоляционную подложку. А для биополов что-то требуется или можно положить прямо на бетон? Можно положить прямо на бетон, но и применить шумоизоляционную подложку здесь тоже можно, но только в том случае, если вам нужна действительно повышенная шумоизоляция. То есть шумоизоляция у биополов достаточно высокая? Она на самом деле достаточно высокая, да, и вот как я сказал. Александр, мы только что познакомились с системой укладки биополов на замках. На этом экземпляре замков нет. Как мы будем укладывать этот биопол? Для укладки мы берем клей, наносим его, соответственно, на основание, будем укладывать с разбежки. Для этого мы, соответственно, сейчас одну планку раз, режем. Давайте пробовать. Так, клей есть? Клей есть, наливаем его. Прям смело вот так на поверхность? Прям вот так, да. И, собственно, таким вот образом готово. По технологии мы должны выдержать какое-то время, чтобы клей питался. И дальше, но мы не будем этого делать, мы сразу будем клеить. Вот, ну, а нашим телезрителям предлагаем следовать тем инструкциям, которые указаны на упаковке производителя клея. И следующее. Так. Стык в стык должен попасть. Стык в стык, да. Да, результат, конечно, приятно радует глаз. Надо заметить, что планки достаточно плотно друг к другу лежат. Еле заметен стык. Да, а клей нужно протирать просто, соответственно, тканью. Готово. И исчерпывающее, без знатока напольных материалов мы бы не обошлись. Александр, спасибо вам огромное от всей души. Спасибо вам, Сергей. Иди, пожиму вашу руку. Остается добавить, что компания Аликс уже более 10 лет представляет в России только качественную продукцию немецкого бренда Винео. Напольное покрытие этой фирмы можно приобрести почти в любом городе России от Калининграда до Владивостока. И в ассортименте компании Аликс широчайший выбор от классической паркетной доски до виниловых покрытий и биопалов, которые мы сегодня изучили. Ремонт своими руками. Сложно, но можно. С программы «Перестройка» и мной, Сергеем Вершининым. То, что вы увидели сегодня и эфиры всех наших программ, смотрите на нашем сайте и в аккаунтах в соцсетях. Удачного ремонта. Если что, я рядом. Пока. Продолжение следует...